И слава Богу, слава Богу за то, что мы движемся вперед, и ничто нам не может в этом помешать. Потому что, как мы с вами говорили в прошлый раз, мы царственное священство. Бог призвал нас в Ешохам и Шейхе, Он восстановил нас, нашу царственную часть, Он восстановил нас как священников, и наша часть благовествовать, возвещать этому миру совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. И если на прошлой неделе мы говорили о нашем общем призвании, то сегодня я хочу поговорить на тему призвания, только личного призвания, призвания лично каждого человека. И я вам объясню, почему я хочу поговорить сегодня именно на эту тему. В современном христианском обществе, частью которого мы все с вами являемся, есть две не совсем такие позитивные тенденции. Первая тенденция, это тут связано с тем, что люди очень-очень сильно заняты и просто не имеют физически время для того, чтобы войти в свое призвание и исполнить. Я говорю это не как факт, потому что всегда в любом времени, как бы ты ни был занятый, можно найти все-таки время, чтобы служить Всевышнему. Но из этого вытекает вторая тенденция. Она связана с нехваткой действительно посвященных служителей в общинах, в церквях. И на этом фоне развивается одна такая существенная проблема. Когда, что это за проблема? Когда человек реально обращается к Богу, и его все естество стремится, чтобы служить ему, он горит для Бога, то достаточно часто в церквях или общинах его пытаются направить не по пути его духовного дарования, а направляет в то место, там, где есть вот особенная нужда и нехватка в служителях. И есть еще, правда, одна сторона проблемы, когда, это другая сторона, антипод, что когда человек в таком состоянии горения для Бога, он стремится быть везде. Он и там послужить хочет, и там, и там, и во многих местах он стремится быть в служении, и это вроде бы как бы и неплохо. Можно сказать, что такой человек, он себя ищет в служении. Но я скажу вам, что вообще не для того и существует институт ученичества или наставничества, чтобы более духовно зрелые братья и сестры, которые имеют уже некий определенный духовный опыт, они направляли новообращенных людей по пути их призвания. Если же в церкви этого не происходит, то можно увидеть, что люди, они начинают служить, как бы вот так вот хаотично в разных местах служить, как бы все потом перегорают, и впоследствии мы можем видеть, что люди годами ходят в собрания, так и не зная, не понимая своего дара, не понимая своего призвания. Почему так? Да потому что если человек будет двигаться, вот почему нету вот этого состояния радости, нету состояния вот чтобы войти в что-то, в то, к чему Бог тебя определил, и иметь от этого состояния такого радости и постоянства, потому что когда мы в своем призвании, мы будем в нем двигаться и развиваться далее и далее. Я объясню почему так, потому что человек, если будет двигаться не в своем призвании, то по сути он не будет иметь удовлетворения, или это удовлетворение будет иметь такой какой-то временный характер, а это впоследствии приводит к тому, что человек или охладевает, потому что он как бы не в своем призвании движется, или служение, которое ему верено, он делает так, а бы как. Однако, друзья, Божий замысел для нас с вами, чтобы каждый из нас, он вошел именно в свое призвание, и исполнил это призвание на сто процентов, потому что Бог, он наделяет каждого человека своим даром, чтобы тело Мессии созидалось. Каждый человек наделен именно тем, что Бог в него уложил для созидания тела Мессии, и при этом он хочет, чтобы дети его, они имели радость своего служения, чтобы служение не было таким тяжким бременем, которое человек должен нести, но чтобы он имел радость в том деле, которое он делает. И каждому из своих детей Бог, он дает благодать, чтобы мы свое, свое, я опять же акцентирую внимание, чтобы мы свое призвание исполнили. Исполнили, как написано в Ефесянам 4 главе 7 стихе. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Бог дает нам благодать для нашего дара, чтобы мы исполнили свое призвание. И я думаю, что Священное Писание, оно подтверждает, что каждый человек должен двигаться в своем даре. Я прочитаю вам Исход 31 главу с 1 по 6 стих. «И сказал Господь Маше, говоря, «Смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Урии, сына Орова, из колена Иудина, и я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и мети, резать камни для вставления и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощника, а Голиава, сына Ахисамахова, из колена Данова, и сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Представьте себе на секундочку, если бы Веселиил сказал, «Не хочу я быть ювелиром, я хочу быть тысяченачальником». Я думаю, что в таком варианте мы бы о нем в Писании не читали, потому что он не пошел бы по пути своего призвания. В Брит Хадыша мы видим в книге Деяний историю постановления на служение первых дьяконов. Одними из семи дьяконов, которые были поставлены на это служение, был Стефан, который имел ярко выраженный дар евангелиста. Мы с вами об этом читали в книге Деяний. Мог ли Стефан не стать дьяконом? Была ли у него такая возможность? Конечно же мог. Он мог сказать, «Я евангелист, что вы от меня хотите? Не хочу я быть дьяконом». Но он вошел в свое призвание, друзья. Так и для каждого из нас есть свое призвание, в которое мы должны войти и которое мы должны исполнить. И сегодня я хочу представить вам пять, вернее четыре фактора, которые помогут войти нам в свое призвание. Четыре фактора, которые помогут нам войти в свое призвание. И сделать я хочу это на примере одного библейского героя. Этот герой нам очень хорошо известен и зовут его Саул, первый царь Израиля. И я думаю, что мы с вами хорошо понимаем, что Саул действительно был призван Богом на царствование. Об этом говорит Писание нам. Бог не взял Саула, изначально приготовив его к неудаче. Нет, это не так. Бог знал, да, однозначно Бог знал, что Саул поступит именно так, как он поступил. Знал Бог и о будущем царе Давиде. Бог знает все. Он знал и знает все, потому что он вне времени и вся картина лежит перед ним, как на ладони. Но при этом Бог призывал Саула, давая ему шанс. И он мог войти в свое призвание, если бы делал определенные правильные вещи. Но что мы видим, что случилось с Саулом? С Саулом произошло то, что произошло на основании его поступков и его выбора. Но при всем при этом можно четко сказать, что Бог призывал Саула на царство. Так какие же факторы мы должны учитывать, чтобы нам войти в наше призвание? Итак, первый фактор. Должен быть духовно зрелый человек, который видит твое призвание. Если мы посмотрим на историю призвания Саула, то в нем ключевую роль сыграл не кто иной, как Самуил. Причем Самуил, он получил от самого Господа повеление помазать Саула на царство. Прочитаю вам 1 царств, 9 глава, 15-17 стих. «А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саулова и сказал, «Завтра в это время я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажешь его в правителе народу моему Израилю. И он спасет народ мой от руки филистимлян, ибо я презрел на народ мой, так как вопль его достиг до меня. Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему, «Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим». Друзья, Бог всегда будет использовать людей в нашем призвании. В общине, как я сказал, именно для этого устроен Господом вот этот вот институт ученичества, чтобы духовно зрелые братья и сестры, духовно зрелые христиане, видя дарование человека, направляли его по пути его призвания. И эту же идею мы видим в истории постановления первых дьяконов, о которой я говорил в церкви, в книге Деяний. Когда, что там происходило? Собрание определило духовную зрелость братьев, и тогда они были рукоположены на служение. Были люди, которые увидели в них это дарование, и они высвободили их в ихнем призвании. И тут есть ответственность служителей, наши с вами, те, кто я говорю, обращаюсь к служителям, есть ответственность служителей наблюдать за людьми, молиться за людей, чтобы Бог открывал их дарование, чтобы мы могли помочь им войти в призвание, в ихнее призвание, чтобы направить человека по пути его призвания. Поэтому, дорогие служители, примите на себя вот эту ответственность от Бога. Это наша ответственность. Бог возлагает ее на нас. Но также есть ответственность человека быть открытым и быть послушным советом наставников. Потому что Бог всегда будет, как я сказал, использовать людей, чтобы вести тебя в твое служение. И даже если ты ожидаешь, может быть, вот я знаю, есть братья и сестры такие, они как бы пневмо такие настроенные, и они, может быть, ожидают, чтобы, как у Павла, от самого Господа получить это призвание. Но я скажу, что даже Павел, в жизни Павла был в Арнава, который помог ему войти в его призвание. Был человек, обязательно будет в твоей жизни человек, который поможет тебе войти в твое призвание. Поэтому, повторю еще раз, в твоей жизни должен быть духовно зрелый человек, который видит твое призвание. Второй фактор. У тебя должна быть смелость принять твое призвание. И если мы посмотрим нашу историю призвания Саула, то увидим очень интересный диалог его с Самуилом. 1 Царств, 9 глава, с 21 стиха по 24. И отвечал Саул и сказал, «Не сын ли я Вениамина, одного из малейших колен Израилевых, и племя мое, не малейшее ли между всеми племенами Вениаминова? Чему же ты говоришь мне это?» И взял Самуил Саула и слугу его, и вывел их, и ввел их в комнату, и дал им первое место между зваными, которых было около 30 человек. И сказал Самуил повару, «Подай ту часть, которую я дал тебе, и о которой я сказал тебе, отложи ее у себя». «И взял повар плечо, и что было при нем, и положил пред Саулом. И сказал Самуил, «Вот это поставлено, положи пред собою и ешь, ибо к всему времени сбережено это для тебя, когда я созывал народ». И обедал Саул Самуилом в тот день». Очень интересный текст. Но читая его, нам очень важно понимать, что когда Саул говорил о меньшинстве своего колена в 21 стихе, это не была его некая неуверенность или скромность, друзья. На первый взгляд нам может показаться, что он где-то как-то неуверен. Ну, я с маленького колена или это. Но это не так. В те времена была такая манера просто ведения диалогов, ведения переговоров даже каких-то. Если мы с вами вспомним историю, помните, когда Авраам покупал поле, он покупал поле у Ефрона для погребения жены своей Сары. Как происходил этот диалог? Он говорит, «Ефрон, я хочу купить у тебя поле». Он говорит, «Я тебе его дарю», говорит. «Забирай». Потом он ему говорит, «Стоит оно всего лишь 400 сиклей серебра». Говорит, «Что это для тебя и что это для меня?» «Забирай». Но послушайте, это была манера, так люди тогда так общались. Если вы почитаете богословскую литературу, то объясняют, что это была манера ведения переговоров, диалогов. Это ни в коем случае не было скромности. И Ефрон никому ничего не собирался дарить. Они просто таким образом договаривались о сделке. Понимаете? Так и Саул, он не проявлял или робость, или скромность, потому что мы видим, что он смело зашел, занял почетное место, кушал и все. Он был, он понимал, он принял от Саула, от Самуила, он понимал, кто такой Самуил. Он понимал, кто такой Самуил. И он принял то, что тот ему сказал, и он имел эту смелость взять на себя эту ответственность. И это очень хороший пример для нас с вами. При нашем вхождении в наше призвание нам необходимо проявлять смелость и уверенность. Если мы доверяем служителям, наставникам, мы понимаем, что действительно они видят в нас этот дар, то мы можем смело входить в это призвание. Но нам надо проявлять эту смелость и уверенность. И это стоит делать, потому что мы же в первую очередь доверяем не людям, мы доверяем Господу, но при этом, конечно, доверяем и людям, понимая, что всякий служитель, он поставлен от Господа. Всякий, никто не ставит себя на служение, Бог ставит на служение. Да, люди могут, как Саул потом, сделать неправильные шаги, но ставит их на это место Бог. И поэтому, друзья, на пути нашего призвания нам надо иметь эту смелость, чтобы принять то, что Бог возлагает на нас. При этом важно понимать, что наша смелость, она должна растворяться нашей верой, потому что без веры Богу угодить нельзя, невозможно. И когда мы входим в наше призвание, надо верить, что Бог возлагает его на нас. Я скажу вам, что очень часто люди не входят в свое призвание именно из-за страхов и робости. О, как же я буду лидером домашней группы, если у меня мало знаний, если я там не очень сильно богословски подкован, да, ты можешь быть и не силен, но Бог, который живет в тебе, силен. Бог, который живет в тебе, Он наделит тебя мудростью, даст тебе все необходимое и знания, все необходимое. И самое главное, как мы прочитали, Он даст благодать, чтобы ты свое призвание исполнил и имел награду. Или же, как я буду служить в группе прославления, ведь надо ходить на репетиции, надо ходить на спевки, а у меня еще учеба, а еще у меня работа, надо как-то выживать. Но посмотрите, друзья, например, апостол, что они делали? Они оставляли все и следовали за Ишой Мессией. Я, конечно, не призываю вас бросать учебу или вашу работу, это может только сделать Господь, призвав вас лично и сказав, оставляй, давай. Но я призываю иметь смелость и доверие Богу, который позаботится о вас. Как написано, ищите прежде Царство Божие, все приложится, и когда ты входишь в свое призвание, Бог он будет прилаживать. Да, может быть, большим миллионером ты и не станешь, и будешь идти, у тебя будут твои финансы, но они будут, тебя будут хватать на все. Я скажу, что я не видел служителей с протянутых рукой. Почему? Потому что Писание говорит, что сам Бог будет заботиться о них. И Бог, когда ты будешь иметь смелость, Он позаботится о тебе. Когда ты смело будешь вводить свое призвание, не боясь, Он будет заботиться о тебе. Поэтому, друзья, вторым фактором в нашем призвании должна быть смелость в принятии нашего призвания. Третий фактор, который ты должен учитывать при входе в твое призвание, это ты должен быть готов к изменению. Ты должен быть готов к изменению. Это очень важный момент, который часто упускается. Ты должен быть готов к изменению, потому что сам Бог будет тебя снаряжать всем необходимым, чтобы ты, будучи снаряженным и подготовленным смог исполнить свое призвание на сто процентов. Я скажу вам, что очень часто люди не готовы к изменению, и именно эта неготовность к изменению приводит их потом к неудаче. Но говоря об изменении, очень важно ответить, что это изменение, оно проходит в нескольких направлениях. Прочитаем первое царство с десятая глава с пятого по седьмой стих. После того ты придешь на холм, это слова Самуила к Саулу, после того ты придешь на холм к Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтырь и тимпан и свирели гусли, и они пророчествуют, и найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда дерзай, что может рука твоя, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. Что мы видим? Бог, он сделал Саула новым человеком, для того, чтобы он вошел в свое призвание. И мы видим, что с ним произошла некая духовная трансформация, потому что Дух Божий сошел на него. Друзья, что же происходит тогда с нами в людях, которые Дух Святой, в которых живет? Представляете, если Саул во времена Танаха, на него сошел Дух Святой, но в нас же Дух Святой уже пребывает, потому что уверовали. И я думаю, что мы получаем намного большее, потому что в нас есть вот это вот водительство. Водительство у нас есть это внутреннее святилище Бога в каждом сердце. И я скажу, что я очень сильно люблю наблюдать, как происходит вот эта вот духовная трансформация. Я думаю, что служители со мной согласятся, что это очень интересно видеть, как человек изменяется, преображается. На таком человеке сразу видно помазание Духа Святого. И я хочу пример вам представить нашу сестру Ванессу. Помните, она не так давно уверовала, потом она прошла крещение и пошла в губу прославления, и это явно ее призвание. Потому что мы можем видеть, что когда она славит Бога, то помазание Духа Святого, оно на ней. И мы с вами, люди вокруг, мы видим это помазание. Когда мы входим в свое призвание, то Бог, он раскрывается в нас. Дух Святой дает это помазание, и люди видят, что да, человек движется в своем призвании. Это же происходило с Саулом. Люди видели, что с ним произошло изменение. Мы читаем в 11 стихе «Все, знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу, что это стало с сыном кисовым. Неужели и Саул во пророках? Так и ты, когда войдешь и будешь двигаться в своем призвании, то сам Всевышний, он позаботится в твоем помазании, для того, чтобы ты смог свое призвание исполнить и чтобы через это прославилось имя нашего Господа. Но если вторая сторона этого изменения, о котором я сейчас говорю, может измениться полностью твой устрой жизни. И нам надо быть к этому готовыми, что этот устроен может измениться. Ярким примером такого изменения в Писании мы видим призвание Матфея. Да, работал себе человек спокойно налоговым инспектором, никого не трогал, и тут Ешуа призывает его. Все изменилось, его жизнь кардинально изменилась, и мы читаем, что он встал и последовал за Ешуа сразу. Но я думаю, что после этого все-таки он обдумывал свое положение. Он не стал в одну минуту героем веры, но не происходит. Посмотрите, мы через все Евангелие, через все Бритхадаша мы видим, как эти ученики из рыбаков, там разных мытарей, они формировались в апостола. И вначале они делали колоссальные ошибки, они были неверные, они не верили, сомневались, но они росли. Так и этот Матвей, он не стал в одну секунду героем веры, все, я теперь апостол будущий. Нет, я думаю, что в его жизни были минуты, когда приходил враг и искушал его, извини меня, ты жил нормально себе, прекрасно, все, зарабатывал денежки себе, хорошее место, теплое, сидишь, тебе налоги собираешь, но, друзья, я скажу, что и в нашей жизни будет приводить враг, в нашей жизни будет приходить враг, и враг будет искушать тебя и меня, враг будет искушать, а Бог таким образом он будет тебя испытывать. и я скажу вам, что это произойдет сто процентов, потому что сам проходил это, и понимаю, расскажу вам историю, вот лет десять назад, я тогда работал в такси, и мне предложили работать, возить директора банка, это была очень хорошая работа, очень хорошая, очень высоко оплачиваемая, там больше, в районе полторы тысячи долларов зарплата была, это большие деньги для нашей страны, и у меня стал вопрос, но я понимал, что если я пойду в эту работу, одним из условий этой работы было то, что ты в любой момент, в любую минуту тебя могли позвонить и сказать, надо ехать в Киев, там надо ехать в Харьков, и ты должен быть готов, выходной, невыходной, ночь, утро, все, ты не принадлежишь себе, ты едешь, и я тогда отказался, скажу вам, проходило время, начинались какие-то финансовые трудности, я думал, может позвонить тому человеку опять, предложить свои услуги, приходило это искушение все-таки вернуться к этому предложению, но я все-таки выбирал служение, и служение Богу, оно всегда, друзья, по сути, может быть, не может быть, а будет связано с какими-то изменениями, и первое, то, что я сказал, Бог изменит тебя, дав тебе помазание, Бог изменит тебя внутренне, но могут быть происходить какие-то изменения и внешние, и нам надо быть готовыми, и я скажу, что вот эти вот четыре фактора, о которых я говорю, это не четыре фактора по отдельности, это то, что это концепция, они будут взаимосвязаны, и тут этот фактор третий, он связан со смелостью, тебе надо быть смелым, чтобы не поддаться искушению и не уйти от своего призвания, четвертый фактор, ты должен быть готов к тому, что не все люди примут твое призвание, в нашей истории мы читаем первое царство, 10 глава 15, так, не 15, 25, 26 стих, и изложил Самуил народу права царства, и написал книгу, и положил пред Господом, и отпустил весь народ каждого в дом свой, так же Исаул пошел в дом свой, в Гиву, и пошли с ним храбрые, которых сердца коснулся Бог, а негодные люди говорили Ему, Ему ли спасать нам, и презрели Его, и не принесли Его добров, но Он как бы не замечал того, так и в твоей жизни, когда ты будешь входить в твое призвание, будут люди, которые будут говорить, Ему ли быть лидером домашней группы, будут люди, которые будут презирать тебя, ты будешь презирен людьми, не все будут принимать твое призвание, я скажу вам, что некоторые братья и сестры, они входя в свое служение, в свое призвание, они ломаются именно на этом факте, на факте того, что их не принимают, но если ты в твоей жизни, но если, но ты, если в твоей жизни было призвание твоего дара служителями, если ты понимаешь, что сам Всевышний снарядил тебя на служение, и ты смело начал делать дело Божие, если ты готов к изменению, да не измущает тебя мнение людей, посмотрите, я опять-таки говорю, если в твоей жизни слаживаются вот эти пазлы, то в конце, когда придет непризнание, а оно обязательно придет, да не смущается твое сердце от этого, потому что зрелые люди, духовно здоровые, они всегда будут понимать, что призвание, оно не от человека, не человек себя ставит на служение, Бог поставляет на служение, и эти всегда зрелые люди, они будут поддерживать тебя, помогать, а незрелые, они будут всегда завидовать, они будут всегда наполнены недовольством, и от этого невозможно уйти, это будет обязательно в жизни, Бог же знает, что нам придется проходить такие непростые ситуации, сам вселился, посмотрите, в чем мы отличаемся от людей времен Танаха, вот в чем исключительность нового света, что Бог поселяется внутрь наших сердец, Иешуа уходил, он говорит, дам утешителя, который поселится в твоем и в моем сердце, и мы видим, что написано в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 26-27 стихе, утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам, мир оставляю я вам, мир мой даю я вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается, Бог говорит, я даю тебе утешителя, чтобы мир был в сердце, когда придут люди и начнут говорить, да какой он служитель, да какой он лидер домашней группы, Дух Святой говорит, да не смущается сердце твое, и да не устрашается, потому что Бог призывает тебя на служение, и наши сердца, они не должны смущаться, если нас не принимают люди, мы не должны страшиться мнения людей, но мы должны направлять свой разум в направлении того, как нам наше призвание исполнить, как нам его сделать, да, может быть, сегодня я не силен сильно в знаниях, но я направляю свой ум, я изучаю Слово Божие, я направляю свой ум по Слову Божию, потому что я хочу исполнить свое предназначение, я хочу войти, войдя в свое призвание, его выполнить на сто процентов, и мы должны всегда помнить, что Бог за нас, если Бог за нас Писание говорит, то кто против нас, должны ли мы бояться человеков, если Сам Всевышний, Он за нас, Бог Богов и Царь Царей, Он за нас, друзья, и мое, я как-то так проповедовал интересно, мне кажется, что 10 минут прошло, уже пора заканчивать, мое послание подходит к концу, я очень надеюсь, что сумел вдохновить войти, каждого из вас, войти в ваше призвание, или утвердиться в этом призвании еще более и более, и будучи пастором, я очень хочу, чтобы каждый человек действительно, он понял свой дар, он вошел в свое призвание, исполнил его на 100% и получил награду от Господа, я уверен, что в каждом из нас 100% есть дар от Бога, нету человека, в котором нету дара, если приходит враг и говорит, какой в тебе дар, нету в тебе дара, это ложь, в каждом человеке есть дар от Бога, потому что Всевышний он влагает в человека свой дар, и каждый из спасенных людей, он призван, призван к служению, мы все служителя, мы все царственное священство, все, не только те, кто поставлены на служение рукоположены, все, Писание говорит о нас, что вы род избранный, царственное священство, народ святой, все полностью, и я также знаю, что друзья, есть реальность духовного мира, есть реальность, есть реальность противления сатаны в этом вопросе, он очень хочет увести нас от нашего призвания, это одна из его ключевых желаниях, потому что если ему удается людей увести от его призвания, то такой человек, он не имеет радости служения, то такой человек, для него это служение, это тягость, и он ломается, а дьявол хочет, чтобы мы поломались, Бог же хочет, чтобы каждый из нас вошел в свое призвание, имел радость служения, имел радость своего труда, и он через свое слово, он вдохновляет нас, через свое слово в этой истории Саул, он показал нам четыре фактора, которые помогут каждому из нас войти в наше призвание, он говорит, что если ты не знаешь и не понимаешь своего призвания, то он откроет его тебе через духовно зрелых братьев и сестер, он говорит тебе, что если ты боишься, он говорит, будь смел, он говорит, будь смел и не бойся, потому что сам Бог будет с тобой, он говорит, что сам Бог будет снаряжать тебя на служение, изменив тебя своим Святым Духом, дав помазание своего Святого Духа, чтобы ты свое призвание исполнил, и он говорит, чтобы ты не боялся мнения людей, ни в коем случае не бойся мнения людей, которые не принимают тебя как служителя, потому что на это служение тебя поставляет не человек, а сам Бог, друзья, сам Бог, и я сейчас хочу помолиться за всех нас, чтобы каждый из нас, он вошел в свое призвание, я хочу помолиться за тебя, если ты смотришь нас онлайн, чтобы ты вошел в свое призвание, давайте мы закроем наши глаза, и помолимся, ожидая от Бога, ожидая, чтобы Он говорил внутри наших сердец, Авину Малкейну, Отец Наший Царь Святый, я благодарю тебя за то, что Боже, призывая каждого из нас в чудный свой свет, ты от рождения нашего вложил в нас определенные дарования, чтобы мы, Боже, пришли к нашему призванию снаряженные Господь, Боже, в нашем призвании нам очень надо быть послушным Тебе, но и слушать людей, помоги нам в этом, Господь, помоги нам быть смелыми, Господь, помоги нам не бояться, но быть смелыми, твердыми и мужественными, помоги нам быть готовыми к изменению, Святой, и помоги нам не слушать людей, но взирать на Тебя, на начальника и совершителя нашей веры, на Тебя моши, Боже, Святой, я благодарю Тебя за то, что Ты вдохновляешь каждого войти в его призвание, Боже, помоги тем, кто уже служит, утвердиться в призвании, тем, кто еще не знает, кем он призван, Боже, подойти к служителям, не бояться, к лидерам домашней группы сказать, помолись, я хочу, чтобы Ты сказал мне мое призвание, помоги, Святой, чтобы тело Твое, оно созидалось, чтобы тело Твое созидалось и Царство Твое, оно распространялось по этой земле более и более, да будет Царство Твое на земле, как и на небе, это желание наших сердец, и мы готовы к изменению, Господь, мы готовы, Боже, смело выступить в наше призвание, благословенное имя Твое, Авину Малкейну, мы благословляем Благословляем Тебя, мы превозносим Тебя, друзья, и наше собрание, оно заканчивается, но есть еще одна часть, которую, я думаю, нам надо сделать, нам надо помолиться за наших братьев и сестер, вот, есть люди, которые сейчас болеют, семья Расюк, мы вас благословляем имени Мишоа, Николай Лозицкий, благословляем Тебя, брат наш, во имя Мишоа, благословляем Кузина Сергея и Аллу, во имя Мишоа, Мессии, каждого болящего, мы благословляем во имя Мишоа, Мессии, мы просим Тебя, Авину Малкейну, милостью своей, прикоснись к каждому и сцели, Господь, Боже, пусть Твоя целительная благодать, она и зальется в жизни наших братьев и сестер, и они засвидетельствуют, Боже, что они чувствовали и знали, что Ты с ними был во время болезни и проводил их, Господь, подкрепляя. Пусть слава имени Твоего через это распространится до края земли. Мы превозносим Тебя, Царь Славы, мы благодарим Тебя за это собрание, мы благословляем друг друга именем Твоей. Тебя израэль Адонай Эллоэйну Адонай Эхад Парушен Кевод Малхут Олеолям Ваэ Малхут 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 Малхут